В понедельник, 25 мая, в рязанских школах стартовала сдача ЕГЭ. В этот день школьники сдают экзамен по выбору – литературу или географию. ЕГЭ начинается в 10 утра. Сначала у ребят проверяют документы, они проходят через металлоискатель. Все запрещенные предметы – сумки, сотовые телефоны – оставляют в специальной комнате. А с собой ученики могут взять только линейку и самый простенький калькулятор. Далее школьников ждут сопровождающиеся табличками, на которых написаны номера аудиторий. При входе в аудиторию ребят еще раз проверяют паспорта и указывают на закрепленное за каждое место. Содержательная часть ЕГЭ претерпела в этом году ряд изменений. Из единого госэкзамена по русскому языку исключена часть с выбором ответа, сократится текстовая часть и по другим предметам. ЕГЭ по математике с этого года разделен на два уровня. Это базовый экзамен, где проверяется знание, так сказать, математики для жизни. Он предусмотрен для выпускников, не планирующих продолжать обучение в ВУЗе, либо для тех, кто намерен поступать на специальности, где математика не является одним из вступительных испытаний. Профильный экзамен по математике, соответствующий по уровню сложности ЕГЭ 2014 года, необходимо будет сдать тем выпускникам, которые собираются поступать на технические факультеты. Базовый ЕГЭ оценивается по пятибальной шкале, профильный – по стобальной. Еще одно новшество введено в этом году в ЕГЭ по иностранным языкам. Традиционный письменный экзамен дополнен устной частью. Сдавать устную часть не обязательно, однако без устного экзамена нельзя будет претендовать на высокий балл за ЕГЭ. Письменная часть может быть оценена максимумом 80 баллов, устная может дать еще 20 баллов. На устный экзамен ребятам-выпускникам будет отведено 15 минут, в течение которых им предстоит дать ответы на задания четырех различных видов.